Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. «Переживаю, что отдалимся и потеряемся. Дружим год, считала родственной душой». Ну, смотрите, так или иначе, в любом случае, забегая чуть вперёд, хочется сказать о том, что действительно в процессе общения люди могут сближаться, отдаляться, это, пожалуй, совершенно нормально. Другой вопрос, что о своих чувствах, которые возникают у вас, например, вы можете говорить, вы можете, и я здесь использую такое, наверное, не слишком популярное слово, по крайней мере, в психологии, что вы можете и должны говорить о своих чувствах к человеку, вот, если он вам важен, потому что человеку, человеку нужно знать, что происходит. С вами, да, человеку нужно понимать, что происходит, но с вами человеку нужно как-то, ну, как-то быть, вот, как-то быть в курсе того, что вам важно, вот. Вот, и если вы этого не даёте, если вы не ставите в известность человека о том, что вам важно, что вам хочется, да, что вы, ну, что вы чувствуете, вот, то как по-другому человек узнает о том, что с вами происходит и так далее. Это первый. Второй момент, это то, что сюда накладываются ваши собственные страхи, вот, ваши собственные комплексы, например, ваши собственные переживания, ваши собственные противоречия, вот, ваше, ваше собственное я, например, неудовлетворенность, ну, неудовлетворенность жизни, неудовлетворенность, там, допустим, не знаю, своей реализации, да, вот, ну, к примеру, опять же, и так далее. И вы пытаетесь это как-то компенсировать, вы пытаетесь это компенсировать общением, это очень важно, чтобы общение было из-за избытка, а не из-за дефицита, вот. А сейчас, вот, то, что вы описываете, по крайней мере, я бы назвал именно общением из-за дефицита. Вот, то есть вы находитесь именно в дефиците, вот. И из-за этого дефицита вы общаетесь, значит, с человеком, пытаясь, вот, от него получить, например, то, что вам хочется. Когда вы говорите, что вам не хватает общения с кем-то, у этого ведь есть разная природа. Разная природа есть у состояния, когда мне не хватает с кем-то общения. И эту природу нужно, ну, как мне думается, исследовать, вот, на мой взгляд, на мой взгляд. Нужно исследовать эту природу. Потому что у всех она разная, у всех она своя, у всех она своя, нет такого, что все люди, вот, как-то, ну, одинаково, да, например. Эм, там, допустим, хотя бы общение с кем-либо, вот, такого нет. Все люди по-разному, по-своему это переживают и по-разному, по-своему этого хотят, вот. И у всех людей есть свои нюансы, там, допустим, ну, не знаю, стремиться к общению с людьми другими. Вот, вам нужно осознать свои мотивы, вот. Вам нужно увидеть свои мотивы, вот. Для чего? Чтобы грамотно их оптимизировать. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Есть просто подруги. Оба мне, к ним ровное отношение между встреч с ними или частого общения. Все равно, с этим человеком все по-другому. Да, вы выделяете этого человека, очень важно увидеть за счет чего вы этого человека выделяете. Вот. То есть, каковы основания для того, чтобы его выделять. Потому что основания для выделения человека, опять же, боеобразными. Вот. Чаще всего это основания, связанные, собственно, с желаниями. Вот. Да. Ну, то есть, вот мои собственные желания, вот, переносять на человека, да, то есть, проецируясь на него, вот, делать его вот таким каким-то, каким-то особенным. Вот. А при том, при том, что не всегда это обоснованно, не всегда это адекватно, ну, ситуации какой-то, да. Вот. Вот. Поэтому то, что вы выделяете человека, да, это вот нужно здесь смотреть именно в результате чего вы человека выделяете. Вот. 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 Именно в результате чего, то есть, вот, вследствие чего, ну, вследствие чего, вот, как-то, эм, становится возможным, такое, эм, ну, такое выдели... выделение, да, человека. И уже дальше как-то смотреть, да, уже дальше как-то исследовать, уже дальше как-то вот разбираться с этой ситуацией. Ну и повторюсь, отдельным таким вот пунктом, да, отдельным пунктом идёт, а то, что человека, наверное, нужно всё-таки ставить в ответ относительно того, что вы хотели бы, что вы чувствуете, вот, и если в ответ на человека не ставить, то коммуникация нарушается, вот, поэтому если вы себя как-то ограничиваете, да, вот, в, ну, в своём поведении, скажем так, если вы себя ограничиваете, вот, то нужно попытаться увидеть, а, почему, вот. То есть вы это делаете из чувства стыда, вы это делаете из того, что вы, там, я не знаю, боитесь показаться, ну, слабой перед этим человеком, вот. так или иначе, это общение уже, оно, конечно, не совсем, на мой взгляд, корректное, да, оно не совсем, на мой взгляд, естественно, ну, скажем так, вот, и возможно, только возможно, в этом ещё кроется, эээ, существенная проблема, эээ, существенная проблема, вот. То есть тот человек для нас становится сверхважен, вот, ну, как сверхважен, это мы чувствуем, что нам, эээ, что он нам важен, а по сути речь идёт о том, что он нам как раз таки нужен, и вот очень часто люди как раз путают, эээ, путают важность и нужность, вот. Чего, на мой взгляд, делать довольно-таки опасность, вот, чего, на мой взгляд, делать таки довольно-таки негуманно по отношению к себе, вот, и это способно, в принципе, на мой взгляд, опять же, ээ, любые, абсолютно любые, любые отношения, любое взаимодействие, да, разрушить, вот. Как-то так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы здесь пишите. Дальше. Эээ, поначалу регулярно куда-то ходили, хоть просто по парку, как минимум раз, 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 раза два месяца стабильно выбирали друг другу гости в кафе. Кхм-кхм. 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 Я была уверена, что важна и нужна. Ну, вот, эээ, смотрите, здесь вы демонстрируете что? Здесь вы демонстрируете то, что, эээ, первую очередь в общине с, эээ, человеком вы обращаете внимание на то, важны ли вы ему и нужны. То есть, эээ, в коммуникации, эээ, в коммуникации, эээ, в коммуникации, эээ, вами решается, ээээ, проблема собственной ценности. Вот. И, эээ, здесь, эээ, очень важным моментом является то, ээээ, что человек, эээ, всегда, ээээ, ээээ, чувствует это. Ну не всегда это приятно, то есть человек может не хотеть, чтобы вы за его счет решали свои проблемы. То есть, ну он, наверное, имеет право этого не хотеть, как я думаю, к этому можно по-разному относиться, но я думаю, что человек находится в своем праве, когда он чувствует, что его, может быть, используют, может быть, как-то им подпитываются, и это неприятно. То есть человек чувствует себя, по сути, донором в этом смысле. Вот. И донорство – это история, ну вот она как раз то, что, ну то, что может кому-то не нравится донорство. А донорство можно уставать. Вот. Ну то есть просто вот, ну выматываться, грубо говоря. Вот это, это вот просто выматывать. Вот. И если это выматывает, то человек, естественно, предпочитает, там, грубо говоря, отдаляться как-то, предпочитает, там, грубо говоря, отходить, как-то отстраняться и так далее. Вот. То есть это, ну опять же, мы здесь не говорим о том, хорошо это или плохо. Мы говорим о том просто, что, вот условно, ну, такова реальность, как бы, в этом смысле. И нам нужно, с этой реальности нам нужно считаться. Вот. Ну, пожалуй, что вам нужно считать, вам нужно считать, считать с этой, с этой, с этой реальностью. Вот. Что вот, да, вот, такая ситуация, вот, ну, неприятная может быть. Вот. Ам, значит, к сожалению. Вот. Ну, опять же, опять же, это все корректируется. Вот. Со мной первые делились новостями, у всех работа в семье, а так свое было. Ну, вот опять же, да, вам важно быть на втором месте. Вот сейчас уже больше месяца никуда не уходим. А что случилось, что произошло больше месяца назад? Пару раз предлагал, не сложилось, человек либо обещает подумать и все на этом, я повторно не спрашиваю. Почему не спрашиваете? Инициативу я лишний раз стараюсь не пролезть, чтобы не показаться назойливой. Это проблема самооценки и страх будет навязывать. Случай от нее, если для других время находится, в душе неприятно, вида не подаю. Из-за чего неприятное, что это за чувство, как вы с ним обращаетесь, как вы говорите об этом человеку. Инициатива есть для нее только в переписках, сейчас в основном, ну, так и удобно, так и комфортно. Как относиться к этой ситуации? Вы уже к этому как-то относитесь? Вы уже это как-то воспринимаете? Уже. Вы уже это делаете? Вы уже к этому как-то относитесь? Поймите, пожалуйста. Уже. Да. Вы не можете выбирать свое отношение. Вот. Вы уже к этому как-то относитесь. Поэтому лучше, опять же, в плане вот, ну, с точки зрения гумерности какой-то, да, вам лучше признать, вот, что вы к этому как-то относитесь. Вот. И решить, что с этим делать. То есть, ну, либо вы выражаете человеку эти чувства и как-то вот выясняете, значит, его отношение, ну, плюс-минус к вам, да, к тому, что вы ощущаете, допустим. Вот. Или вы продолжаете как-то вот, ну, в одиночку со всем этим справляться. Но, опять же, в таком случае возникает вопрос, а зачем вам этот человек, вот, если он как-бы вот, получается, не живет, ну, как-то в вашей жизни, да, не участвует в вашей жизни. Вот. Зачем вам тогда этот человек, если он не участвует в вашей жизни? Вот. От слова совсем, например. Да? Вот. То есть, это вот такая важная, такая важная деталь. Здесь, на мой взгляд, которую обязательно нужно прояснить. Но, конечно, важнейшим элементом является то, что вы уже как-то относитесь к этой ситуации, но пытаетесь это подавить. Вот. Это может порастать внутренний конфликт. Внутри вас. Это нормальная загруженность. Да, загруженность нормальна, но в вашем случае есть такой момент, что человек сам прямо говорит о том, что он на других время находится. Вот. Поэтому дело здесь не совсем загруженности. Извините, пожалуйста, но дело здесь не в этом. Немножечко. Дело здесь в том, что вы нуждаетесь в доноре, и человек донором быть не хочет. Вот. не хочет подпитывать вас, значит, ну, как, своей энергией, там, плюс-минус и так далее. Не хочет. Такой выбор у человека. Опять же, мы здесь не оцениваем хорошее это решение, да, или плохое это решение, да, насколько это решение, там, морально, ну, с моральной точки зрения, корректно, вот, это мы не берем в решет. Потому что выбор человека, он вот такой, и если нам человек дорог, то мы этот выбор, наверное, принимаем. Вот. Ну, или, или не принимаем. И тогда, на самом деле, допускаем, что можно остаться без этого человека. Ну, просто пути разошлись, и всё. В этом смысле. А, дальше, значит, или говорят о том, что мы отдаляемся друг от друга, приелись и стало скучно. Это говорит только о том, о чем я сказал. Вот. А, в основном, это, к сожалению, ваши домашлы, вот, ваши догадки, связаны с проекцией на эту ситуацию своих страхов. Вот. Который у вас есть. Как-то, как-то так. Поэтому я рекомендую вам разобраться, в первую очередь, в себе, вот, немножечко, значит, изменить свое поведение, может быть, свою жизнь. Вот. И там, глядишь, и с подругой вам будет общаться уже лучше, но и важность свое, она для вас такую потеряет, и захотите ли вы общаться с ней, не чувствуя. Такую важность, это уже большой, конечно, вопрос. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...